Не забывайте подписываться на канал, нажимать колокольчик и ставить лайки видео. Новости каждый день. Он имеет прямое отношение к смерти матери. Возмущенный обвинениями мужчина решил в эфире шоу «Пусть говорят» на Первом канале раскрыть тайну семьи Легкоступовых. По его словам, сын певицы имел связи с криминальным миром в Испании. Никто не задумывался, почему Валя продала дом, который стоит 350 тысяч долларов, и уехала с Тенарифе. Она сделала это из-за того, что Матфей участвовал в вооруженном ограблении. Ей пришлось буквально бежать с острова и продавать дом за цену ниже рыночной. Об этом мне рассказала сама Анетта, подчеркнул Фирсов. Юрий и ранее негативно высказывался о Матвее. Так он заявил, что молодой человек мог украсть у матери деньги, а иногда вел себя крайне агрессивно. Несмотря на все это, Юрий хочет помочь молодому человеку. Недавно он заявил свои права на наследство Легкоступовой. Сделал он это, как оказалось, именно ради Матвея. Я знаю, что на наследство претендует только Анетта, и боюсь, что Матвей останется без собственности. Я клянусь, что все имущество, которое я получу после раздела, тут же передам Матвею. Мне ничего не нужно. Петь Валиной песни я не буду, у меня голоса нет. Я претендую на наследственную массу, а уж что в нее входит, не знаю, заявил Юрий. Однако Анетта давно не верит словам Фирсова. Женщине кажется странным, что ее мать, которая ранее почти не употребляла алкоголь, после свадьбы с Фирсовым внезапно начала пить. Также она обвиняет гдовца в том, что он вовремя не оказал помощь травмированной супруге. Артистка якобы упала в ванной и получила ушибы, но скорую в тот момент никто не вызывал. В эфире шоу адвокат Анетты Жорин рассказал, что расследование обстоятельств смерти певицы взял под свой личный контроль глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Это означает, что теперь дело будет изучаться на высоком уровне. Анетта ранее рассказала, что Фирсов бросался на Матвея с ножом и даже выгонял его из дому. А вот, по словам Фирсова, отношения певицы с детьми не были столь идеальными, как могло показаться. По словам Яхтсмена, певица оплачивала наследнику запрещенные вещества и развлечения с девушками. Анетта добавила, всеми вопросами стал заниматься Юрий. Он организовывал концерты, получал за них гонорары и даже угрожал детям супруги. Он начал бросаться на брата Матвея с двумя ножами, выбил дверь в его комнате и выставил его из дома без вещей и документов. Рассказала жуткие подробности дочь.